Игорь Горшков, член президиума Российской Федерации стрельбы из лука. Он рассказывает, стрелы для лука можно купить только с разрешением на охоту. Получить документ можно с 18 лет. Большинство спортсменов, конечно же, младше. Пока в законе не прописано, как различить спортивные стрелы и охотничьи. Луки, с которыми можно охотиться, и вообще луки в России не производятся. Есть отдельные фирмы, которые привозят блочные луки, классические луки. Но, как правило, это луки очень легкого фунтажа. Они не могут использоваться как охотничьи. Хотя, с другой стороны, здесь тоже очень сложный момент. Стрелять можно из любого лука. Убить дичь можно с любого лука. Вопрос заключается в том, скажем так, как развести спортивное именно оружие и охотничье оружие. Использование луков поменяет и работу егерей. Если сейчас они слышат выстрел в лесу и идут проверить, кто его произвел, то выстрел из лука просто не слышно. Кроме того, охотникам, выбравшим луки, нужно проходить обучение. Оно будет более длительным, чем для тех, кто выбирает в качестве оружия ружьем. Вопрос, какие организации его смогут проводить, тоже пока открыт. Он купил лук и пошел, допустим, охотиться с ним. Но он не знает, как стрелять. Не знает поведения зверя после выстрела. Оно самое главное и решающее в этом факторе. Потому что, если огнестрельное оружие имеет динамическую силу, останавливающие действия, у лука этого нет. У него режущие, проникающие действия. И поэтому поведение животного, оно разнится. После выстрела из лука, это 100%, что зверь уходит и его нужно добирать. Надо отметить, что когда новый закон будет принят и подписан президентом, приобрести охотничий лук смогут россияне, у которых есть охотбилеты, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Затем лук нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель.